Машинка прикольная, для города, ну, интересная. Купер 2018 года, 2 литра турбобензин на роботе, 45 с небольшим тысяч, у него заявлен пробег, 21 950 долларов. На роботизированной коробке передач, трехдверной. Джилли Тугела на хорошей зимней резине, достаточно в жирной комплектации, на полной панораме, на коже. 23 модельный год, 2 литра бензин на автомате, на полном приводе, пробег меньше 10 тысяч километров, 34 950 долларов. Короче, ребят, китайский автопром, то ли бат, то ли бут, ну, в общем, 24 года, кстати, автомобиль новый, 420, у него запас хода, батарейка 44,9 киловатт-час, 95 лошадиных сил, передний привод. Ну, 50 километров заявлен пробег, но автомобиль новый, без пробега по РБ, 21 450 долларов. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. 11 836, 11 837, 11 000. Вы что, начали уже? Ну что, мы приехали. Минск-арена находится здесь, площадка. Мегаполис. Посмотреть свежие автомобили. Сегодня у нас акцент будет на свежаки. Свежепригнанные автомобили из Европы, Соединенных Штатов Америки. Корея, Китай. Все посмотрим. Ведь сейчас, в наше нелегкое время, когда целую кучу санкций вводят, и теперь уже автомобиль вроде как и по-нормальному не пригнать, с объемом двигателя более 1,9 литра, с дорожным клиренсом более 165 мм. А сейчас куда не подойди, вот тут вообще паркетники стоят, да у них у всех клиренс больше 165 мм. В общем, санкционные машины мы тоже сегодня покажем. Kia Sorento 2017 года. 3,3 бензин на автомате, на полном приводе. Ну это Америкос. 56 тысяч миль почти заявлен пробег. 90, наверное, тысяч, ну если так вот переводить в километры. 19 450 долларов. На коже, на автомате, ни люка, ни панорамы нету. Затонированные задние стекла на V6. Сейчас, кстати, из Соединенных Штатов Америки тоже есть определенные сложности по пригону автомобилей. Вот еще один яркий представитель американского автопрома. Бьюик Инкор с фаркопчиком. Есть вот такие вот потертости по задней двери. Здесь вмятина. Ну, в общем, следы эксплуатации присутствуют даже на максимально свежих автомобилях. Такие вот интересные хромированные литые диски. Задние стекла затонированы. Автомобиль на комбинированном салоне ткань кожи. Люк присутствует. Здесь вот тоже какая-то вмятина. 11-450. 14-й год. 1,4 бензин на автомате, на переднем приводе. 126,5 тысяч заявлен пробег. Америка. На что обратить внимание при выборе? Надо понимать, что американские автомобили в 90% случаев это автомобили после ДТП. После каких-то нюансов. Поэтому тут ничего страшного нету. Я сам... У меня у самого несколько автомобилей было Соединенных Штатов Америки. В общем, надо смотреть, какие были повреждения. Насколько сильные и насколько качественные это все было сделано. Вот сугубо мое мнение. Мини Купер. Клабмен. Или Клубмен. 2018 года. 1,5 литра турбодизель на механической коробке передач. 195 тысяч заявлен пробег. 18 тысяч 150 долларов. Некоторые автомобили... Сплывет или уже всплывала, наверное... Картинка, какой он был на момент, когда его реализовывали на аукционе. Ну, если речь идет про американские аукционы на механической коробке передач. Ну, кстати, катался я на таком вот Купере. Помнишь? Костян точно помнит, потому что Костян тоже на нем катался. Только там такой был серый, да? Темно-серый. Машинка прикольная, для города, ну, интересная. Как по мне. Ну, вот это уже маленький. Мини Купер 2018 года. 2 литра турбобензин на роботе. 45 с небольшим тысяч. У него заявлен пробег. 21 тысяча 950 долларов. На роботизированной коробке передач. Трехдверный. Вот так у него по центру раздвоенный типа выхлоп. Ну, насадка, по крайней мере. Я не вижу смысла сейчас смотреть свежие автомобили более детально. Поэтому смотрим, смотрим более бегло. Ну, и выборочно пробиваем по базе. Смотрим, какие они были на момент продажи через аукцион. Buick & Core GX. 23-й год. 1,3 литра турбобензин. Вариатор. Передний привод. Чуть меньше 20 тысяч. У него заявлен пробег. Цена 20 тысяч. Диавести 50 долларов. Сэ-Шэ-А. Ну, близнец Opel Mokke. Ну, что-то вот в этом диапазоне. Только в американском исполнении. Здесь Volvo XT90. 11-й год. Немножко не подходит под наши... Все-таки сегодня более свежие автомобили смотрим. Но, тем не менее. 3,2 литра. На полном приводе 16950. На автоматической коробке передач. Болт. Кстати, достойный. Достаточно электрокар. Мне, конечно, больше по душе из такого это BMW i3. Ну, это, как говорится, личные предпочтения. 2016 год. Автомат. Ну, понятное дело, да? 90 тысяч у него заявлен пробег. 17-250. Емкость аккумулятора. Ничего информации никакой особо нет. Здесь вот так вот стойко неприятно примята. Можно видеть нескольких обмятин. Можно попробовать поколдовать это все без покрасочного. Выдавить. Но все равно, мне кажется, залом останется. Потому что он на этом ребре. На тканевом салоне. В любом случае, если вы не профессионал. И приехали за автомобилем. Ребят, лучше довериться профессионалам. И вызвать специалиста. В том числе, я хочу порекомендовать вам своих друзей. Компанию по подбору автомобилей The Best Auto. Ребята работают по всей Беларуси. Есть у них услуги такие, как подбор авто под ключ. Эксперт на один. И самая популярная услуга разовый осмотр. Это когда вы приехали. Или вы там насмотрели какой-то автомобиль. В любой точке Беларуси. Надо его посмотреть. Взяли, отправили специалиста. Он посмотрел. Тем самым вы еще сэкономите время и средства. И здесь тоже старенький автомобиль. Спорт Эйдж Киа 2009 года. 2 литра бензина на автомате. 7650 долларов. Коррозия, гниль. Ну, в общем, проходим мимо. Потому что надо смотреть автомобили более свежие. Тигуан 2016 года. 2 литра бензина на автомате. 156,5 тысяч. Заявлен пробег 13 950 долларов. Ну, коробочка DSG. На кожаном салоне. Ни люка, ни панорамы нет. Тут по жопе, по бамперу. Как-то вот некрасиво. Шпаклевка вон, видите? Ну, это шпаклевка, походу. Ну, так отслаиваться начало. В общем, неприятная история какая-то. По вот этому Фольксвагену. Ниссан Мурена. 2 литра турбодизель. Автомат. Пробег. Привод передний. Пробег 191 с небольшим тысячей километров. 20 750 долларов за нее просят. 20 750. На автомате, на тканевом салоне. Тоже ни люка, ни панорамы нет. Почти X4 или X6 по форме. Джили Тугела. На хорошей зимней резине. Достаточно в жирной комплектации. На полной панораме, на коже. Ну, если я не ошибаюсь, это будет эко-кожа. Так же, как в любом бюджетном и среднебюджетном автомобиле. 23 модельный год. 2 литра бензин на автомате, на полном приводе. Пробег меньше 10 тысяч километров. 34 950 долларов. Кстати, пленочку, видите? Здесь пленка. Вот такая полоска. Потом стойки, наверное. Да, стойки. Крылья. Ну, часть крыльев. Капот или весь, или часть. Весь, походу. Кстати, я всегда говорил, что если машина достаточно свежая, лучше отжилеть там небольшую какую-то сумму. Передний бампер, переднюю оптику, капот или часть капота, или весь капот. Крылья, вот эти вот стойки. Может быть, зеркала и часть крыши закатать в бронепленку. Потому что, ну, гравий, сколы никто не отменял, что называется. Ну, это уже не совсем оно. Это 2012 год. 2 литра бензин. Спортэйдж, получается, 9 950. Ну, в таком подуставшем состоянии, можно видеть. Далеко не в самом лучшем. Opel Insignia в кузове Universal 2017 года. 1,6 дизель. 158 тысяч заявлен пробег. Ну, можно предположить, что он может быть оригинальным. Процентов 60, наверное, и 100. 13 950 долларов за него просят. С фаркопчиком. И сразу, смотрите, вот такой вот Kia Ceed в универсале. Ну, есть потертости по заднему бамперу. Вот такие вот царапины глубокие до пластика черного. Здесь вот можно видеть. Бампер немножко не в зазоре. Отколотый ЛКП. На механической 6-ступенчатой коробке передач. На тканевом салоне. Ничего тут за него просят. Это 2020 год, кстати, уже. 1,6 литра турбодизель на механике. 91 тысяча заявлено пробега. 15 750 долларов американских. Ну, смотрите, какой, ребят, талисман. В универсале. 1,5 литра дизель. 17-го года. 182, 183 тысячи почти заявлен пробег. 13 250 долларов. Ну, теоретически, я думаю, пробег вполне возможно, что будет оригинальный. Есть, конечно, сколы над лобовым. Вот можно видеть, да, там. Такие вот моменты, которые неплохо было бы хотя бы подмазать, подтереть. Вообще, я по европейцам говорил, и, наверное, это уже приелось. Потому что я каждый раз одно и то же говорю в формате, что европеец до 5 лет такого формата. Это пробег 150 плюс, как правило. Если пробег меньше, то, как правило, это или мотанка, или, ну, в редких исключениях он может быть оригинальный. Кстати, вот этот GMC Terrain, в целом Terrain, и мне прикалывают. Какой его конкурент прямой? Наверное, Chevrolet Equinox. Но Chevrolet Equinox их настолько много натянули, что уже глаз просто режет. Поэтому вот Terrain'ов меньше, и Terrain как-то мне более... Может, что просто я его меньше вижу, поэтому как-то он мне больше нравится. 2018 года. 1,5 литра бензин. Автомат, передний привод. 47,5 тысяч заявлен пробег. 19 тысяч 450 долларов. На тканевом салоне. Задние стекла затонированы. Бесключевой доступ. На литье. Есть, есть вот такие вот моментики на заднем бампере. Неприятные затычки. И Renault. Renault Captur. Ух! Вот таким вот красивым сколом ЛКП. Задняя дверь, а-ля крышка багажника под окрас. Так, сходу сразу, да. На автомате. А это 2019 год. 1,6 литра бензин на вариаторе. 98 с копейками тысяч заявлен пробег. 16 250. Неприятный там скол, конечно. Задняя дверь под окрас. И легок на помине. Chevrolet Equinox 2017 года. Полтора литра турбобензин. 112-113 тысяч заявлен пробег. 16 450 долларов. По Equinox, как и по Terrain Chevrolet. Там два двигателя вообще в линейке. Это, ну, бензиновых. Это 2 литра турбо и полтора. Просто, что с теперешними ценами на растаможку у нас все-таки больше встречаются полтора литровых. Это же про Chevrolet Malibu тоже касается. Там тоже вилка полтора и два литра. Двухлитровый, конечно же, более интересный. Немножко помощнее, пободрее. Но и в то же время их меньше привозят, потому что банально растаможка на них на порядок дороже. Так, здесь X-Trail на автомате 2018 года. 2 литра бензина на вариаторе. Неполноприводный, кстати. Передний привод 127 тысяч заявлен пробег. 20 750 долларов. Короче, ребят, китайский автопром то ли бат, то ли бут. Ну, в общем, 24 года, кстати, автомобиль новый. 420 у него запас хода. Батарейка 44,9 киловатт-час. 95 лошадиных сил. Передний привод. Ну, 50 километров заявлен пробег, но автомобиль новый без пробега по РБ. 21 450 долларов. Ну, такой чисто городская история. Ну, такие, кстати, сиденья а-ля ковши на кожаном салоне. Даже я смотрю, да, с панорамной крышей. Интересно, интересно. Ну, это опять же городской вариант. 400 километров запас хода, но по факту, наверное, километров 100-150 надо отминусовывать. Ну, учитывая лето, вы там будете пользоваться магнитолой, будете пользоваться климатом. Тоже будет сосать батарею. Зимой, соответственно, печка. Такая же история. Новый электромобиль. Смотрите, какой. Плюс доп. опции какие-то. Версия топ. 24 года. 401 километр запас хода. 45,12 киловатт-час батарейка. Ну, кстати, тут 176 лошадок. 22 950 долларов. Тоже автомобиль новый. Но, кстати, будет, я думаю, без официальной гарантии. Официалочки не будет, скорее всего. Ну, не скорее всего. Скорее всего, просто с Китая привезли. И, как правило, такие автомобили без гарантии. Только если вот сама компания даст гарантию, что маловероятно. Так, может, тут какая-то комплектация отличается чем-то. Хотя, вроде как, они одинаковые. И цены на них тоже одинаковые. Смотрите, а здесь Nissanчики китайские, да? X-Trail. X-Trail. Гибрид. Запас хода 1100 километров 23 года. 50 километров пробег. То есть, модельный год 23. Ну, по факту, автомобиль, судя по всему, новый. 90 киловатт-час батарейка. 340 лошадиных сил. А полный привод 32 950 долларов. Ну, уже интересно. Уже поинтереснее, конечно, безусловно. И выглядит так достаточно солидно, я бы сказал. Ну, тоже автомобиль из Китая. Смотрите, сколько много разных новых китайских автомобилей натянули. Да, сейчас потихонечку-потихонечку мы все перейдем на китайский автопром. Здесь Nissan Ariya, вроде, по названию. Версия 500, 24 года. 501 километр запас хода. 65 киловатт-час батарейка. 218 лошадиных сил на переднем приводе. 28 450 долларов. На панораме. Да, да, смотрю, натащили. То есть, китайцев много. Сейчас вот парадокс со всей этой ситуацией сложившейся. Очень много автохаусов переходят на новые автомобили. Здесь тоже не исключение. Тут вот ряд практически, не знаю, машин 30, наверное, если не больше. Чисто новых. Так, это то же самое. Шенлан какой-то, ребят. Шенлан S7. Версия 200 Макс, 24 года. 1000 километров запас хода у него. Гибрид 3173 киловатт-час. 238 лошадиных сил. 29 450 долларов. Смотрите, такой слабо-нушник достаточно интересный. Ну, блин. Не знаю. А вообще, напишите, ребят, в комментариях. Вот, ну, приобрели бы вы, пересели бы вы на китайский автомобиль. Вот такой, например. Просто интересно ваше мнение. То, что китайцы уже не такие, как раньше, ну, это 100% так. Вот, смотрите, паркетники, да. Тоже, видно, недавно у них появились. Тоже Шенлан G318. 24 года. 1000 километров запас хода. Гибрид. 35 киловатт-час. Батарейка 430 лошадиных сил. Привод полный. 39 950 долларов. 18 год. Полный привод. 77 тысяч заявлен пробег. 29 950 долларов. А, ну, еще вон, смотри, айдишка, да. Айди-4, фольксваген китайский. 22-го модельного года. Ну, кстати, он с пробегом. Это 28 с копейками тысяч заявлен пробег. 25 350 долларов за него просят. Блин, вот, ребят, еще раз повторюсь. Жду вас под видео. В комментариях вот. Напишите, что вы думаете про все вот эти машины. Вот ваше мнение. Вот, мое мнение такое. Я всегда не сильно хорошо относился к китайскому автопрому. Но последнее время стоит отметить, что китайцы шагают большими шагами вверх и вверх. Ну, и реально автомобили у них становятся с каждым годом все лучше и интереснее. То есть, к чему это все приведет, я не знаю. Ну, такое ощущение, что я не удивлюсь, если лет через 5-10 китайские автомобили это будут самые выпускаемые, самые продаваемые автомобили в мире. Ну, удивительно не будет, согласитесь. Ну, а на этом все. Пишите под этим видео в комментариях, с каких площадок вам бы хотелось увидеть следующее видео. Всем удачи, всем пока.